Друзья, всем по привету! В 3 вечера я готовил сценарий к этому ролику, исписал более 7 страниц кетрадки, потом все это безобразие перечитал и понял, что по большому счету во всей этой истории смысла как такового нет. Потому что, во-первых, вся эта информация уже есть на канале, я отдельно снимал ролики про китайский Hard Enduro, Soft Enduro, Tour Enduro, ну а во-вторых, потому что просто никто из вас не будет смотреть полтора часовой фильм про китайские мотоциклы. И тем не менее, оставить ваши вопросы без ответов я тоже не могу, поэтому решил сделать более укороченную версию. Посмотрим, что из этого получится. Весна, как говорится, не за горами, скоро новый сезон, кто-то выбирает себе китайский Enduro мотоцикл. Вполне возможно, что вот этим роликом я смогу облегчить некоторым из вас муки выбора. Еще совсем недавно, лет каких-то 15-20 назад все было гораздо проще. Вот тебе кроссовый мотоцикл, вот тебе Enduro, вот тебе туристический Enduro. И все эти мотоциклы внедорожные. Захочешь промахнуться, вряд ли получится. Сегодня же выбрать себе Enduro мотоцикл задача, потому что существует большое количество подклассов. Hard, Soft, Enduro туристы, туристические Enduro, которые в свою очередь делятся на паркетники и на более внедорожные версии. Еще существует Grand Tour Enduro, это большие комфортабельные лайнеры от Litro. Также существуют городские Enduro, Мотарды, скрэмблеры и так далее и тому подобное. И вот во всем этом великолепии очень многие теряются. А с приходом на рынок китайского мотопрома непоняток стало еще больше. Зачастую смотришь на китайский мотоцикл и не понимаешь, что оно такое и для чего создано. Поэтому давайте сегодня попробуем разобраться в классификации китайских Enduro мотоциклов. Начну с китайских Hard Enduro. Что это такое и для чего они предназначены. Естественно, как и любые брендовые Hard Enduro мотоциклы, китайские предназначены для того же самого. Для участия в соревнованиях, для тренировок, для повышения своих навыков. Да, китайские харды не дотягивают до общепринятых стандартов. У них есть свои минусы, но у них есть также и плюсы. Начну с плюсов. Первое. Цена входного билета в мир Харда начинается от 2000 баксов за новый мотоцикл и как правило с ПТС. Но в Украине во всяком случае это так. Естественно, что за эти деньги мы получаем самые бюджетные простенькие версии. Если хотим что-то посерьезнее, то цена уже начинается от 3000 баксов. Если хотим топовые версии, то цена от 4000 баксов. В любом случае это дешевле, чем любой бренд. Эти мотоциклы действительно очень многое могут. И они вполне способны докатать нас до среднего уровня подготовки. Ну естественно, если мы с вами на это сами способны. Второй плюс. 172, 174, 177 моторы очень ресурсные. Это уже аксиома. Главное вовремя обслуживать мотоциклы. Третий плюс. Все эти мотоциклы копии либо КТМ, либо Хускварн. Поэтому с эргономикой, разрисовкой и управляемостью проблем нет. Четвертый плюс. На все эти мотоциклы много тюнинга как на Алиэкспресс, так и у поставщиков. Особенно на 177 мотор. И не только на мотор. Так как опять же это копии, то очень многое подходит от оригиналов от тех же КТМ и Хускварн. Пластик, всевозможные защиты, колеса и так далее. Теперь о минусах. Первое. Малая мощность и большой вес. Но если сравнивать с брендами. Второй минус. У этих мотоциклов большой жор бензина. От 6 до 10 литров в среднем. В зависимости от модели. Но здесь, как говорится, либо жрет и едет, либо не жрет и не едет. Третий минус. Существует некая планка, уперевшись в которую, уже дальше не получится прокачивать свой скил. Со временем все равно придется пересаживаться на бренд. И тем не менее, китайские харды дают многим возможность понять, нужен ли им хард вообще. А также позволяют прокачать свой скил до среднего уровня. И все это за сравнительно небольшие деньги. Что нужно понимать и осознавать перед покупкой китайского хард эндуро мотоцикла? То, что этот мотоцикл не на каждый день. Это хоть и китайский, но все-таки спортивный снаряд. Конечно же, любой китайский хард эндуро можно адаптировать под гражданское использование, то есть под мотоцикл на каждый день. Путем некоторых манипуляций. Даже есть рецепты, но об этом как-нибудь в следующий раз. Следующий подкласс это китайский софт эндуро. Давайте разберем, чем они отличаются от китайских хард эндуро. Увеличенными баками, более удобными сидениями, также, как правило, у этих мотоциклов задушенные моторы с помощью выхлопных систем и карбюраторов. Все это сделано для того, чтобы мотоцикл меньше жрал, дальше ехал и ресурс у него был чуть-чуть побольше, чем у хардов. Также нужно понимать, что общее качество этих мотоциклов ощутимо ниже. У них хуже подвески, хуже тормозные системы, хуже колеса и так далее. Зато это мотоциклы на каждый день, они более экономичные и по цене они более доступны. Следующий подкласс эндуро-туристы. Чем они отличаются от софт эндуро? Ну, по большому счету, глобально ничем. У эндуро-туристов больше развита грязь и ветрозащита. Вот вам простой пример. Вот это софт эндуро, а вот это эндуро-турист. По сути, и софт эндуро, и эндуро-туристы, но во всяком случае китайские, это мотоциклы для одного человека. То есть для людей, которые не любят возить пассажиров. Нет, возить пассажиров, конечно же, можно, но это неудобно, потому что и софт эндуро, и эндуро-туристы заточены все-таки больше под плохие дороги, легкое и среднее бездорожье, а ездить по бездорожью с пассажиром это так себе удовольствие. А для трассы эти мотоциклы скучны, потому что у них более длинноходные подвески, которые раскачивают на скоростях, уже начиная от 80 км в час, и у них более высокий центр тяжести. Поэтому для езды с пассажиром и для езды по трассе существует следующий подкласс эндуро-мотоциклов. Туристические эндуро, чем они отличаются от эндуро-туристов? Бытует мнение, что какое слово впереди, того и больше. Больше эндуро, либо больше туризма. Также туристические эндуро более комфортные, чем все остальные предыдущие подклассы эндуро. Туристические эндуро больше подходят для езды с пассажиром и для езды по трассе. Вот так выглядят туристические эндуро паркетного толка. Как правило, у них меньшие хода подвесок и колесные формулы либо 17-17, либо в лучшем случае 19-17. Иногда встречаются иные колесные формулы, ну например 18-15. Это ребята Китай, к сожалению, не всегда умом их можно понять. А вот это уже более внедорожные туристические эндуро. Хода подвесок у них, как правило, больше, чем у паркетников. Колесные формулы обычно либо 19-17, либо 21-18. Один интересный факт. В 90-х и начало нулевых годов все японские туристические эндуро комплектовались колесной формулой 21-17. С китайскими туристическими эндуро сейчас поинтереснее, потому что при покупке можно выбрать колесную формулу либо 19-17, либо 21-18. Но если бы была такая возможность, я бы выбрал 21-17. То есть ту же колесную формулу, которая была на старых японских туристических эндуро. Почему именно так? Потому что 21-е колесо проще переезжает любые препятствия, а 17-е колесо любому мотору проще раскрутить. Внедорожные туристические эндуро это самый универсальный подкласс. Для того, чтобы получать от таких мотоциклов максимум отдачи и максимум удовольствия, естественно, что на постоянной основе нужно прокачивать свои навыки. Примерно как-то так. Но и так как у китайцев нету гранд-тур эндуро, пока нету, нам осталось разобрать один последний подкласс городские эндуро. К городским эндуро относятся мотарды и скрэмблеры. Также к этому подклассу можно смело отнести и паркетные туристические эндуро. Мотард это по сути хард либо софт эндуро с зажатыми подвесками, улучшенными тормозами на 17-х колесах с дорожной резиной. И мотард и скрэмблер это хулиганские мотоциклы, поэтому моторы у них должны быть более-менее мощные, ну хотя бы от 30 лошадиных сил. Вообще, насколько я знаю, скрэмблеры это кастомы, которые строят из каких-нибудь старых туристических эндуро. Например, из хонды трансальп, хонды доминатор, либо из каких-нибудь более мощных мотоциклов. Но у китайцев свое понимание, свои видения, поэтому у них существуют похожие на скрэмблер малокубатурки. Ну и, дружанки, пожалуй, на этом все. Надеюсь, что я вас сегодня не только запутал, но и распутал. Думаю, вы знаете, что делать. Лайки, дизлайки, комментарии, подписки, отписки, любые действия на канале приветствуются. Грубость, хамство, оскорбления пресекаются. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok